Особое мнение на 101FM Ну, вообще, на самом деле, мы хотели, конечно, начать с Рио, но поскольку сегодня, когда мы шли на работу, я, не знаю, через театральную площадь, я, например, наблюдала отряды просто молодых людей в форме, с флагами, которые на театральную площадь идут на торжественные мероприятия. День пионерии сегодня, сто лет с момента образования пионерской организации, и накануне уже появилась информация о том, что, возможно, сегодня будет объявлено о ее возрождении. Непонятно пока в каком виде, непонятно, чем она там заменит, например, ныне существующие организации, потому что вчера я видела важные уточнения по поводу того, что, в отличие от Советского Союза, от тех времен, вступление в пионерскую организацию не будет обязательным. Смысл какой в этом, Азиас Ильич? И вообще, вот, хорошо или плохо, что об этом задумались? Ну, всех с прошедшим днем пионерий, я тоже когда-то был пионером. Ну, что, с прошедшим? Ну, ничего, сегодня прямо. Ну, я имею в виду, что День пионерии же это не праздник, это просто как бы раньше это был какой-то праздник, так сказать, а сейчас вот в этом смысле. Значит, вот это будет, если это будет, то это будет некий внесистемный, внесистемное мероприятие по воспитанию, скажем, будущего поколения. То есть, почему я говорю внесистемное, ведь если мы вспомним, что такое пионерия, так сказать, в системе в нашем Советском Союзе, то это было второе звено. После октября. Да, это было второе звено воспитания, как там называлось, морально всесторонне развитой личности. А сейчас вот хочется восстановить вот именно второе звено. А почему не третье звено? Почему, в конце концов, не заставить и не продвигать только тех, кто его... Хотя, может быть, частично это и происходит, не продвигать тех, кто является членами там единой России, условно говоря, а всем остальным не давать каких-то там шансов, да? Но это ведь не решает, в принципе, тех вопросов, под которые они пытаются подвести. Дело в том, что после того, как в школе образование сделали услугой, а не процессом воспитания и образования, да, а именно услугой, да, по закону образования, это там было у нас, так сказать, названо там услугой, то мы потеряли очень многое в становлении социализации непосредственно личности. А теперь мы ищем методы для того, чтобы адекватно социализовать, так сказать, людей. То есть пионерия, она все равно выполняла определенную тоже роль, да, если человек себя плохо вел, то там... Порицание было. Да, можно было получить общественное порицание. На самом деле это имело достаточно серьезные, как это сказать, последствия для детей, в том смысле, что они получали по факту неодобрение, то есть пусть формально вот так вот оформлены, но а сейчас-то у нас нету таких инструментов. Но непонятно, чего будет сейчас порицаться, а что будет одобряться, потому что вот такого-то большого правильного документа или большого правильного направления, то есть где, какие они эти моральные, так сказать, устои, да? Ну, пропишут, наверное. Ну, пропишут, так тут много чего надо. Вот я просто к тому, что вот это несистемное, внесистемное, так сказать, мероприятие, оно не даст своего полного эффекта, если целиком не будет изменена вся система. То есть когда у тебя, значит, привлечь к труду школьника, это преступление в школе там, да, то есть сами что-то сделали, ну, когда очень много мальчиков не знают, как гвоздь забить там в стенку, там, девочки не знают, как пуговицу пришить. Слушайте, ну пионерская организация на другом все-таки учила, мне кажется. Это были уроки труда, не знаю, там еще что-то, а вот пионерская организация... Пионерская организация, смотрите, чему учила, помочь старикам. Ага. Хорошая, кстати, ведь тема была. Ну, так, значит, посадить правильные деревья на месте, поухаживать за какими-то местами особенными там, то есть... Над малышами шествовать. Над малышами, то есть на самом деле было очень много таких положительных вещей, но это все было в системе, то есть уважение к старикам, это был системный подход в России. А сейчас есть оно, особенно после того, как верхи лишили пенсии, значит, там, увеличили пенсионный возраст на 5 лет, особенно когда, значит, старикам очень трудно получить там льгот для лекарства или, значит, хорошее на высоком уровне медицинское обслуживание. То есть, ну... В общем, идеология должна быть подкреплена чем-то реально существующим. Конечно. Ну, примером каким-то, да? Да, и тогда пионерия будет, да. То есть, поэтому, когда вы спрашиваете, хорошо это или... То есть, на этот вопрос вот вне системы отвечаю, что никак. Ну, будет очередное мероприятие, как запрет там алкоголя условного. Вот давайте перенесем время алкоголя. Вот давайте вот тут торговать не будем. 25 мая не будем продавать, а 24-го будем? Да, 24-го будем. Закупайтесь. Ну, ведь это все не решает, правильно, да, основного? Основной-то вопрос, чтобы люди вели здоровый образ жизни, были здоровы и успешно работали. Так вот, давайте вот этот вопрос решать. А они уже пусть сами решают, когда будут они пить, выгодно ли им пить сегодня или завтра. И точно так же из пионерии. Ну, хотел бы я, чтобы там мой внук, например, просто маршировал, там ходил. Нет, не хотел бы. Я хотел бы, чтобы внуку прививались... Мы прививаем, понятно, но я хотел бы, чтобы ему прививались правильные моральные... Хотел бы, чтобы процесс воспитания из школы никуда не выветривался. И чтобы образование было не услугой. Чтобы в ходе образования дети получали не просто там навыки для сдачи переходных экзаменов или ЕГЭ, а чтобы понимали и получали всестороннее познание этой жизни. Вот, собственно говоря, мой ответ. Получится быстро это сделать, если люди займутся правильно, правильно подойдут к вопросу, действительно постараются заложить какие-то верные, скажем так, императивы, да, вот этого все. Получится это быстро сделать или не получится? Такие процессы, они носят долгосрочный характер. Я вам как управленец... Если сегодня заявят о возрождении пионерской организации... То через пять лет мы начнем получать... Не просто о возрождении, вот еще раз говорю, не просто о возрождении пионерской организации, а системно подходить к воспитанию подрастающего поколения, да? Результат через пять лет? Через пять лет мы увидим первые результаты. Понятно. Ладно, ждем новостей, посмотрим, что на федеральном уровне нам предложат. На театральной площади, насколько я понимаю, сейчас праздник продолжается. Тут несколько дней репетировали пионерские песни. Вечером было очень забавно наблюдать. Я просто так переместилась на 15, на 20, на 30 лет назад в какие-то времена своей молодости. То есть такая машина времени была своеобразная. Ну, теперь, собственно, как бы к основной, скажем так, теме нашей программы. Да, новый руководитель в Кировской области, временно исполняющий обязанности, губернатор или главы региона. Я после недавнего изменения устава не понимаю уже, можем мы говорить слово губернатор или нет. Александр Соколов, человек с разносторонним опытом, в том числе, кстати, и молодежной политики не чушь. Да. И молодежной политики не чушь, и межнациональных каких-то, да, тем вопросов не чушь. И в администрации президента поработал, и в Костромской области поработал. Причем, по-моему, он курировал там внутреннюю политику. То есть в процессах так брожений, скажем, разбирается. Ну и потом надо сказать, что Костромская область в чем-то на Кировскую область похожа. Тоже не Татарстан, прямо скажем, и не северные газовые регионы. То есть проблемы одни и те же. Успели ли вы составить какое-то мнение свое о нем? Не знаю, наверняка ведь читали что-то, либо со знакомыми разговаривали. Информацию я, конечно, всю прочитал и изучил для себя. Какие-то выводы для себя сделал. Но что-то говорить сегодня о том, об успешности и неуспешности, ну, достаточно рановато, собственно говоря. Конечно, есть вопросы, собственно говоря, все равно к опыту. Но здесь важно, как поведет себя этот человек на этом управленческом посту. Ну, еще раз, я много раз повторял, раньше на наших передачах еще раз скажу, что Кировская область это сложная социально-экономическая система. То есть есть социальные как бы системы экономические, они друг на друга накладываются и так далее. И, значит, что хорошо, с точки зрения как бы социальной системы, наверное, у него очень хорошее, большое представление о том, как эта система функционирует. И, ну, наверное, в этой части опыт у него, ну, его опыт подходит, условно говоря. Что касается функционирования экономической части, ну, наверное, сказал бы, не очень как бы достаточно, да? А вы имеете в виду, что человек не работал управленцем там ни крупного предприятия, ни бизнеса, то есть этого опыта нет? Да, вот такого опыта. Означает ли, что это вот такой какой-то большой минус? Да нет. Если человек знает методы управления, да, и если человек готов к тому, чтобы системно работать с информацией получаемой, да, пусть она будет уже экономическая, да, то, скорее всего, он будет решать успешно эти задачи. Но что это значит успешно работать с получаемой информацией с экономической, и не только с экономической, но и с социальной? Это означает готовность руководителя, а, организовать получение правильной информации, и, б, быть готовым к получению обратной связи. Мы можем со второй части начать. Давайте. И вы мне скажете. Давайте со второй. Да, и вы мне скажете, что наш новый в Рио. Да, в первый же день фактически завел телеграм-канал с открытыми комментариями и призвал кировчан писать о проблемах. Вот, вот видите, я как сразу ваши мысли-то, да, мысли-то ваши читаю, что вы мне сразу это скажете, и вы мне реально... А вы уже готовили, а я уже готов к этому, да. Значит, один из комментариев был мой, когда он... А я видела, по-моему, да. Да, и я... Один из первых комментариев. Да, и я написал, что вы скажите, кто будет обрабатывать сначала, и мы вам... И тогда мы решим, ну, что-то типа того, что надо вам вообще писать, значит, потому что... Кто читает комментарии, вы или пресс-служба? Он и не будет читать. И ему и некогда, тогда ему нечего будет, так сказать, губернаторствовать, а ему надо будет работать... Только читать комментарии. Только читать комментарии и иногда радоваться, иногда огорчаться этим комментарием, условно говоря. Поэтому мы все знаем, что он не будет. Но если будет читать тот же человек, который читал это при Васильеве, и обрабатывать будут те же люди, которые делали это при Васильеве. То есть я имею в виду, что не только комментарии, я имею в виду получаемую обратную связь. То, скорее всего, эта информация будет использоваться неэффективно. То есть она не будет влиять на принятие управленческих решений. А мы-то хотим... Ведь уход Васильева, он вызвал определенные там позитивные эмоции, что наконец-то такой, ну, с моей точки зрения, подчеркиваю, да, не умеющий управлять вообще никак такой территории, как Кировская область, человек, наконец-то ушел. И, надеюсь, он больше вреда нашей стране не нанесет ни на каком высоком посту, какой он нанес, значит, вот в Кировской области. Как-то жестко. Да. Ну, мы попозже поговорим. А, значит, и, соответственно, надежды, как бы, связанные с приходом нового человека, у нас никаких других вариантов в этом смысле нет. И вот обратная связь должна быть эффективной. То есть, соответственно... Ну, не для галочки, в общем, да? Соответственно, эту обратную связь должен получать квалифицированный человек, то есть обрабатывать, который умеет работать с информацией, обобщать, анализировать и, значит, предоставлять вот это важные, значит, комментарии или важная обратная связь для принятия управленческих решений. Это вот эмоции, словно говоря, значит, там надо тоже реагировать на эмоции, но реагировать, сами понимаете, на таком же уровне, собственно говоря, да? То есть того, чтобы там... Ведь мы же с вами прекрасно знаем, и у вас много психологов бывает в вашей передаче, они очень часто говорят, что иногда достаточно выслушать человека. И все, ему уже легче. И он уже счастлив, собственно говоря, да. Вот. А есть, значит, обратная связь, которая обязательно должна войти. А есть обратная связь просто злая. Ну, злая и злая, потому что пропустила и проехали там. И это очень важно, потому что обратная связь, она может поступать, но тот, кому поступает эта обратная связь, он должен быть готов, а, эмоционально, б, квалификационно, б, там, с временной точки зрения получать эту обратную связь. А иначе разговор с Пролиповым с глухим. И второе, значит, комментариев хорошо, но мы знаем, что все институты для получения квалифицированной и серьезной обратной связи, они уже существуют. У нас в регионе? У нас в регионе. Все эти институты существуют. Это мы имеем в виду какие-то общественные советы, консультационные советы? Совершенно верно. Абсолютно правильно меня понимаете. Но когда мы посмотрим список общественных советов, значит, 90% в этих советах, списках, люди просто пришли туда за статусом. И они не могут давать во все эти органы исполнительной власти, они, в принципе, и не в состоянии, и не хотят, и очень часто по каким-то там своим личным причинам обсуждать какие-то серьезные проблемы в рамках исполнительных органов. А при губернаторе, значит, не знаю, сейчас он при губернаторе нет, но при губернаторе был прекрасный очень, есть такой орган, который прекрасно работал при Шаклейне, потом в начале попытка была, когда она работала немножко в начале, при Белыхе, а потом Белых его, значит, опустил до уровня Плинтуса, а Васильев закопал, по большому счету. Это мы про что говорим? Это мы говорим про экономический совет. А, при губернаторе. При губернаторе, да. И для того, чтобы получать обратную связь от квалифицированных экспертов, нужно возродить эффектуемую работу этих... Общественных организаций. Этих струк, общественных. Консультационных каких-то, да? Формирований, я бы сказал. Неорганизации, да. Они неорганизации, да. Неправильные, да. Да. И сделать их работу не для галочки. Соответственно, чтобы их работа была не для галочки, то в состав этих организаций должны попасть люди, которые туда попадают не для статуса или для демонстрации своей близости там к власти, а для того, чтобы работать. Люди, которые готовы работать, которым есть чем поделиться, готовы посвятить этому свое время и, соответственно, выходить с хорошими там и предложениями, и с анализом поступающих предложений. И готовых конструктивно работать. Не вась-вась и не одобрямсь, а конструктивно обсуждать возникающие проблемы и возникающие вопросы. И тогда, я уверен, что губернатор получит очень серьезные подспорья вот в своей деятельности. Ну, новый губернатор. Готов ли он к этому? Ну, пока в Рио еще, смотрите. Готов ли он. Выборов еще не было. Ну, если его назначат уже окончательно, то его назначат. То есть, тут выборы никакой роли, собственно говоря, у нас ведь не играют в этом смысле. То есть, ну, как-то... Что значит назначат? Его сюда нам командировали в качестве временно исполняющего обязанности. Ну, вот если у нас не появится потом, ну, может быть, он в пять месяцев... Ну, ладно, Азист Ильич, ну, вы же понимаете, да, что это вопрос и оговорка важная, которую мы с вами должны сделать. Ну, вы сделали оговорку, да. Да, но я как бы высказываю свое зрение, что для этого мы же сколько раз... Мы живем в России, мы понимаем, что... Да, Белыхан назначали, вот президент ему доверил, значит, все эти... Временно исполняющие обязанности, назначенные президентом, скорее всего, станет губернатором. Да, да, да. Потом Васильева назначали, значит, все говорили, ой, ему доверил президент там и так далее. Теперь Соколова, значит, ему доверил президент, вот, собственно говоря. Может, президент некоторых губернаторов-то и вообще не знает. Он первый раз там, может быть, их, собственно говоря, и видит. Речь не о том. Речь о том, что, ну, вот, назначен, прикомандирован, будет работать. Как будет работать? Нам-то надо, чтобы он работал хорошо. Поэтому я всегда, вы помните, говорил, что всегда готов, если человек работает на области, мы должны работать на области. Я всегда готов, как бы, тем, что я умею, там, пожалуйста, помочь, поучаствовать, то есть в этом смысле. Но когда видишь, как работает там человек на себя, на свой карман, то не очень хочется вообще быть как-то замазанным такими вещами. Это мы говорим про общественную структуру, такую консультационную. Если мы говорим про профессиональных, скажем так, коллег, да, и советников, вице-министров. Вы имеете в виду правительство, администрация. Да, 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 если про кадровый вопрос мы говорим. Понятно, что резких кадровых сейчас изменений не будет. Ну, до сентября или, там, я не знаю, до какого периода. Кроме одного-двух человек, там очень мало достойных с точки зрения морали, с точки зрения квалификации и с точки зрения умений, навыков, людей, которые должны остаться. Я не буду называть тех, кого я считаю достойными, потому что, ну, сами понимаете, люди ревностно относятся там, чтобы не навредить. Каждый знает сам. Каждый знает сам, да и мы знаем. То есть мы знаем, у кого самая успешная деятельность вот в этом Васильевском правительстве, да. Так или иначе, при всех недостатках там и так далее, и так далее. Мы знаем, вот, и я просто боюсь как бы назвать. Ну, я понимаю вас, да. Ладно, не будем... И мы знаем вот эту вот большую часть команды, бесполезной, никчемной большую часть команды, с моей точки зрения, еще раз подчеркиваю, которые не способны ничего хорошего предложить. Так вот, провод лучше не трогать, потому что он трещит. Да, не способны ничего предложить для развития Кировской области. Ну, слушайте, тогда, получается, будет опять та же самая картина, которая была у нас в 16-м году. Массовый исход чиновников из Серого дома и массовый приезд или приход новичков, которые не очень разбираются вообще ни в вопросе, ни если это местные, например, люди, а приезжие в том вообще, какова ситуация в Кировской области. Они полгода в год будут входить в курс дела, потом они начнут потихонечку работать, а время-то, знаете, очень непростое, вот, не для того, чтобы сидеть и раскачиваться на стульчике в ожидании того, когда, вот, ты погрузишься окончательно. Вот... Делать-то что? Я ваш пессимизм не разделяю. То есть начальников менять, оставлять действующих сотрудников, которые в курсе? Нет? Нет. Потому что, ну, допустим, возьмите любое министерство, вот сейчас уйдет его министр. Так, руководитель уйдет. Уйдет. Что, работа остановится? Нет, там есть сотрудники, у каждого из них свое поле, маленькая полянка, которую он прибирает, да, высаживает, окучивает. В оперативном тактическом режиме все будет работать. В стратегическом режиме ни один из министров не работал практически. В стратегическом, это мы имеем в виду, там, долгосрочно, да? Ну, в средне-долгосрочном режиме никто не работал. И даже... Вот максимум, максимум на год. В общем, вы за кадровую революцию. Я за кадровую революцию. Я считаю, что достаточно много и на территории Кировской области есть людей, которые могут, значит, готовы будут и могут работать. И, пожалуйста, пусть приходят приезжие, это не вопрос. А слушайте, ну вот как? А вот приезжие приходят. Мы же не знаем, что это за люди. Как мы будем их оценивать, скажем так? Ну, точнее, оценивать-то будем, конечно, не мы, а оценивать Александр Васильевич. Только по работе. Ой, Александр Соколов. Это легко, человека легко оценить по его предыдущей деятельности, по его результатам. Это несложно. Если он ни брат, ни сват, ни кум тебе, вот, и не за бабки сюда приехал, ну, в смысле, не за деньги устроился на работу, то легко его оценить, на самом деле. Будет он способен или не будет он способен. Вы знаете, мы тут обсуждали, по-моему, с Алексеем Кузьмином как раз этот вопрос, потому что по итогам встречи с врио-губернатора Мария Бутина, депутат Государственной Думы, написала, что договорились, будем привлекать в Кировскую область самых талантливых, там, значит, самых, ну, профессиональных, да, людей, которые могут нашему региону... Помочь. Быть полезными, да, 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 совершенно верно. Ну, вот, и есть некий скептицизм по этому поводу, потому что мы понимаем прекрасно зарплаты в Кировской области и вообще зарплаты на государственной службе, наверное, все-таки ниже, чем зарплаты в бизнесе. Если человек талантливый и толковый, если он управленец, который попробовал себя, условно, в крупной госкорпорации, еще где-то, какой смысл ему ехать в Кировскую область за тысячу километров от Москвы с проблемами социальными, инфраструктурными, какими угодно, и хоронить себя здесь, если он может сделать карьеру в Москве, в Екатеринбурге, в Казани, не знаю, в Сочи, где угодно. Где мы будем их искать? То есть вы говорите, если этот человек приехал не за деньги, то есть это должен быть просто подвижник тогда. Он не в том смысле, что не за деньги, он зарплату-то будет получать. Но меньшую, чем он мог бы получать, в другом месте. Меньшую, чем он мог бы получать, но и то вопрос, мог бы он там получать или не мог бы получать, этот человек же для себя решает. Я уверен, что есть достаточно талантливых людей, умеющих работать, которые могли бы работать и за ту зарплату, которая есть и в Кировской области. Никаких в этом... У меня скептицизма в этом нет. Если только люди начнут подбирать людей, еще раз, не по принципу личной преданности, ни сватьев, ни кумов, ни друзей-друзей, ни за откаты, ни за деньги, то я уверен, что все заработает по-другому. Просто надо смотреть на этих людей, что это за люди, и чтобы это была конструктивная работа, понимаете? Мы сегодня же не имеем с вами никакой перспективы в Кировской области. Посмотрите на нашу стратегию развития области. Вы говорите, что падать уже некуда, давайте пробовать. У нас есть и на территории области люди. И мы можем приглашать... Смотрим резюме, куда спешить-то? Что значит, куда спешить? Вопрос еще какой? А какой ресурс? Еще надо определиться, какой ресурс нам требуется. Кадры — это же ресурс. А какой ресурс нам требуется? Для того, чтобы понять, какой ресурс требуется, надо понимать, а куда мы хотим прийти. А может быть и... Поэтому вот эти все разговоры о том, что никто никого менять не будет, все останутся на своих местах. Ну, значит, и тренды будут эти же. Очень не хотелось бы, честно говоря, некоторые сохранять тренды. Да, большинство не хотелось бы сохранять. Большинство. И некоторых одиозных фигур вообще лучше бы убрать из правительства. И некоторых людей, которые раньше были квалифицированными, раньше мы их деятельность знаем, значит, и умели раньше работать. А сейчас пришли просто посидеть, тоже надо бы убрать. Повыпячивать себя, понадувать губы, как бы, и так далее. Показать, что он вот тут вот там... Вот этих людей тоже надо убирать. Нужно оставлять людей работоспособных, квалифицированных, там, умеющих хоть немножко-то творчество, творческую деятельность осуществлять. Ну, какие у нас варианты-то? Не, ну, вариантов-то, на самом деле, конечно, особо много и нет. Тут еще ведь накладывает определенный отпечаток, наверное, сама экономическая ситуация. С одной стороны, вроде бы туда, я имею в виду, в государственные органы на работу должны стремиться за стабильностью. Люди толковые, да, потому что мы понимаем, что все-таки, наверное, чиновников без зарплаты не оставят, извините. Вот. С другой стороны, мы понимаем, что есть, например, люди, которые, может быть, не совсем согласны, что там, ну вот, ну, скажем так, например, экономические какие-то решения, которые принимаются, кажутся им неправильными. Но ты понимаешь, когда ты приходишь работать в государственные органы, ты, наверное, вот должен, ну, свое мнение не озвучивать в этот момент, а раз уж принята какая-то определенная линия, да, по решению того или иного вопроса, ты должен ее придерживаться. Понимаете, вот вопрос собственного мнения, да? Да. То есть ты его, наоборот, должен все время озвучивать. Другое дело, что где ты его должен озвучивать? А вот не все начальники любят, знаете. Вот, и поэтому нужны, я почему вам говорю, что нужны другие начальники. Нужны начальники, которые должны понимать, что озвучивание другого мнения помогает им только в этой жизни. А не те, которые, то есть же есть два мнения, мое и ошибочное. Это психологический идиотизм. Понятно. Мы через это как бы уже проходим достаточно большой срок. Поэтому, а почему нужно, то есть надо, во-первых, а, свое мнение, б, обязательно озвучивать мнение экспертов, причем вот через, еще раз говорю, вот через эти институты, которые существуют, туда принять людей, которые реально будут что-то озвучивать и над чем-то работать. А в том числе, в том числе и неприятные какие-то вещи? В том числе, ну, слушайте, идеи для работы, они не бывают неприятными. Они бывают трудновыполнимыми, они, ну, неприятные, это уже какая-то личная оценка. Если они неприятные, значит, ты считаешь, что какая-то идея полезна Кировской области, но не полезна твоему карману. И мы такие ситуации знаем. Поэтому она, типа, неприятная. Или она неприятная потому, что ты назначаешь там человека, который с тобой вась-вась на должность. Он никчемный, он не может ничего делать, но зато будет все время тебе в рот смотреть. Понятно. Возражать не будет. Возражать не будет. А если другого предлагают, то это неприятная идея, потому что он не будет вась-вась, не будет тебя поддакивать. Вот это неприятно. А все остальные идеи, они просто идеи. Они не бывают неприятными. В общем, вы за то, чтобы профессионалов привлекать, даже если они не вась-вась. Конечно. В рот не смогут. Конечно. И потому что профессионал-то знает, как в той или иной ситуации себя вести. Он не только идеи будет выдвигать. Он прекрасно знает, что после принятия решения мы уже в команде не можем озвучивать другие идеи. Но внутри команды продолжать обсуждать мы можем. Вот профессионализм-то в чем заключается. Азиз Агаев в нашей студии. Директор аудиторской консультационной компании «Бизнес инфорум». Мы сейчас убежим на перерыв. После вернемся и продолжим. Программа «Особое мнение» продолжается. Азиз Агаев сегодня его высказывает. Директор аудиторской консультационной компании «Бизнес инфорум». Наш эксперт. Наш соведущий когда-то. Очень надеемся, кстати, что, может быть, и получится возразить часть тех программ, которые мы делали вместе. Возвращаясь все-таки к Александру Соколову и к тому, какие первые шаги он предпринимает, я понимаю, что, может быть, не совсем это приятно. Хотя, вот, не спрашивали, да, у человека пока его мнение. Ну, некий, что ли, ну, стёб-не стёб, там, да, шутки журналистки. Наши коллеги портал свой Кировский собрали и сделали калажики такие, да, по первым шагам в Рио губернатора. Повели его примерно туда же, куда водили Игоря Васильева, да, то есть в лучшие образцово-показательные поликлиники, на лучшие предприятия, на налег, ещё что-то, да. Вот, и говорят, что зачем, вот, показуха эта дурацкая, зачем? Ведите туда, где плохо. Александр Соколов сходил на набережную, осмотрел, как я понимаю, случайный или специальный, не знаю, двор на Московской 1 и сразу же сказал, надо заасфальтировать. И тут я вспомнила Игоря Владимировича, который в первую свою зиму ходил с коляской по сугробам и говорил, надо город убирать. А я помню, в волчьей шубе. Да, это стандартные такие шаги, мне кажется, для каждого нового назначенца. Ну, вот, ощущение такое, что по какой-то очень плохой методичке работает. Зачем? Ну, вот, это как раз отражение того, какая команда осталась после Васильева. Понятно. Вот. А человек новый, я думаю, что его сто дней-то еще не прошли, и поэтому... Ну, ему сейчас ведь надо нарабатывать узнаваемость. Ну, вот, ему это важно. Вот он таким путем, видите, нарабатывает... У Васильева эта тема была, когда он пришел, он налево-направо всех обвинял в коррупции, что будет порядок выводить. Новый элементарный порядок. Да, 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 да. Элементарный порядок будет наводить. Навел. Не о Васильеве речь, а здесь пока тематики такой какой-то нету, да. И поэтому хочу сказать, что в этом смысле, может быть, Соколов пока не нашел свою тему, ну, или те, кто его консультирует, пока не нашли в этом смысле какую-то тему для того, чтобы он стал узнаваемым к сентябрю, когда будут выборы. Ну, найдут. То есть, меня сейчас больше интересует... Понятно, что, наверное, у меня тоже возникает вопрос, что надо было ходить, там, условно говоря, на рынок. На Коневский. На Коневский. Ну, а может, у них какие-то далеко идущие цели. Ну, слушайте, ну, человек просто приехал, его привели познакомиться. Нормально же это? Ну, да. Ну, с другой стороны, а где же еще ему с людьми-то познакомиться? Ну, а потом это публичное лицо, куда бы он ни пришел, сейчас, наверное, все будут говорить, вот сюда пришел. Да, наверное, не просто так. Наверное, не просто так. Может быть, он погулять вышел, а тут вот люди, хоп, и все. И внезапно. И внезапно. И внезапно. И тут же журналисты с камерами. И опять журналисты тут с камерами. Ну, меня эти вещи пока не особо волнуют до тех пор, пока у него же еще есть срок показать. То есть мы посмотрим. Я лично буду смотреть, как, значит, человек активизирует работу вот этих общественных структур. Именно экономических? Или не только их? Именно экономического совета, координационного совета по предпринимательству. То есть, потому что без активизации этих структур он ничего не сделает. Потому что то болото, которое он пока сказал, что не собирается разгонять в правительстве, оно ему не поможет в вхождении в курс дела. А вот люди, которые на общественных началах будут работать, им так-то в правительстве нечего терять. Они, скорее всего, ему больше дадут информации и понимания. В том числе, может быть, и не самые приятные. В том числе и, опять слово, приятные. Ну, извините. Информация, она не бывает приятной либо. Она бывает полезной для дела или бесполезной. Хорошо. То есть, в том числе, очень много полезной информации дадут эти люди для него. Другое дело, что часть из них можно использовать, часть из них как бы нет. Вот. Поэтому я думаю, что надо ему дать время в этом смысле и посмотреть на его шаги, что он дальше будет делать. Сколько времени вы ждете? Реально ли. Ну, видите, у нас есть стандарты, мы же тоже в стереотипах как бы живем. Ну, пусть будет сто дней. Сто дней. Давайте сто дней посмотрим, что он будет делать. А там дальше, потому что эти вот нужны встречи реальные. Нужно посмотреть, что он говорит во время этих встреч. Реально что говорит. Не просто про фасады. Про фасады мы все знаем. А про реальные, серьезные проблемы. Вообще, а, будет ли он их поднимать? Б, будет ли он об их... О них говорить и обсуждать их в нормальных экспертных сообществах, да? Нигде попало там, условно говоря. И, будет ли он организовывать выработку сильных предложений и дальше будет ли он, есть ли у него ресурсы, будет ли он способствовать реализации уже выработанных и принятых решений и идей? Вот, как бы, тут целый управленческий цикл. Ну, так надо дать ему возможность. Этот управленческий цикл в неделю делается, за месяц, ну, тоже очень редко. Ну, вот сто дней, вот, уже увидим первые результаты. Три месяца. В общем, это еще до выборов получается. Да. Посмотрим. Про Игоря Васильева очень коротко я хотела спросить. Вот одно только. Понятно, что критиковали вы его в этой студии много и часто. Неужели не за что похвалить? Не за что. Вот смотрите, я просто посмотрела, что пишут в социальных сетях и в телеграм-каналах, ну, вот, есть, например, мнение о том, что не жестил он во время ковида. Да, мы видели пример других регионов, где вводились совершенно необоснованные запреты. Ну, и были такие же регионы, и не вводились, как бы, такие. Ну, вот это же плюс. Встречался с бизнесом во время коронавируса, довольно частая была история. Бестолковые были встречи. Это мы про заседание оперштаба там, да, говорим? Да, бестолковые встречи. В общем, вы, как бы... Вы же знаете, что я по... Доброго слова на прощание не скажу. По ковидной теме вы же знаете, что я вообще считаю, что все ограничения были бесполезны. И не нужны были ни маски, ни... Вы же знаете, что... Медики бы с вами не согласились. Почему? Уже есть исследования, опубликованные, значит, уже мировых докторов, как бы, которые говорят о том, что маска даже была вредна по тех условиях для людей, а не полезна. Ну, и масса других, как бы, исследований по вакцинированию. Я их тоже читаю. Да, вот если от медицины к инфраструктуре перейти, я уже приводила этот пример. Мой знакомый из Ижевска, который занимается туристическим бизнесом, был в прошлые выходные здесь, открывался туристический сезон у нас на Вятке. И он говорит, я приезжаю в третий раз, и я вижу, что Киров меняется очень сильно к лучшему. Сейчас это город, как мне кажется, в котором удобно и приятно жить. Причем он приезжает именно вот во время, когда уже был губернатором Игоря Васильев. То есть это при Васильеве все изменения в положительную сторону произошли. Это иногородний человек, говорит, он видит со стороны. Что он такого увидел? Дороги, тротуары, я не знаю, там еще что-то, фасады, дома отремонтированные. Извините, такие деньги, которые выделялись как бы на эти проекты, на безопасность дороги и качественные дороги, можно было сделать, я уверен, что три раза больше. Понятно. А у нас происходило освоение большого количества денег через подконтрольные отдельным чиновникам структуры, выводились через субподрядные организации. И в итоге, вы же знаете, пожалуйста, в Заксобрании поднимался вопрос, что при миллиардных оборотах от Автодора, значит, 70-миллионный убыток, при этом субподрядчики зарабатывали большие прибыли. Как это так происходит? А если бы эти прибыли, которые подрядчики вывели, а если бы их потратить на дороге, а если еще и посмотреть... Если сейчас человек из Москвы, приехавший, а не из Ижевска, сказал, о, как расцвел ваш город, да? Да, то есть этот вопрос ведь, а потом я не знаю, кроме дорог-то, что он увидел. Ну, дороги, хорошо, он прошелся, видимо, по центральным там улицам, но вот у меня офис тоже в центре, я его привел бы к нам во двор. И пусть бы он мне сказал, к историческому холму у меня перед офисом, исторический холм, значит, как там, крепостной стены, так сказать. И ведет к нему примерно того же возраста дорога, да? Ну, я бы ему показал, и пусть бы он мне это сказал, как бы, да, что это там... Что все улучшилось. Что все улучшилось. Ну, я бы посмотрел на него, ну, по уиска бы не покрутил, но сказал, езжай-ка ты в свой Ижевск, там наверняка получше. Потому что люди, которые как раз от нас в Ижевск ездили, они возвращаются оттуда и говорят, что, слушайте, Ижевск преобразился. Понятно. Ну, не знаю, вкусовщин, наверное, и, наверное, ты в своем городе больше минусов видишь, а в чужом видишь. Короче, мы, когда живем в своем городе, у нас и требований к своему городу больше, на самом деле. Ну, конечно, мы же здесь живем, это правильно. Да, мы требовательны, это тоже есть. То есть, во время отпуска всегда хочется жить в том городе, где ты отдыхаешь. Но мы забываем, что мы в том городе отдыхаем. И настроение у нас другое. И настроение у нас другое. То есть, тут, конечно, есть такая эмоциональная история. Психологическая история. Азиз Алиевич, у нас остается с вами три минуты, ну, там, три с небольшим. Все-таки, ну, я понимаю, что новому в Рио, если он изберется, предстоит быть здесь, когда мы будем готовиться к юбилею, к 650-летию нашего города. И много инфраструктурных каких-то вещей, наверное, надо сделать и выбить на них деньги федеральные, в том числе, не знаю, насколько это сейчас возможно. Если не поздно. Да, ну, я вижу, что уже власти начинают готовиться. Вот я просто вам скидывала ссылочку. Видели ли вы этот волшебный логотип, который разработали внезапно, 650? Не помните его? Помню. И как? Никак. Никак? Почему? Ну, меня не впечатляет. Но, опять, это вопрос, вы скажете, вкусовщины, так сказать, но у меня, для меня, мне кажется, автору надо к психологу обратиться. Понятно. То есть вам не нравится вот это вот 650? Не нравится. Вот эта циферка, да? Не нравится. А каким должен быть логотип юбилея города? Юбилей – это праздник, это дата, это праздник, это должно как бы помниться навеки. Ну, то есть такие требования, понятно, что все они какие-то субъективные. Ну, вот вы бы что там изобразили, например? Вот цифра 650, нужна она вообще там или надо что-то другое было нарисовать? Ну, если это 650, обычно мы уже привыкли, это тоже стереотип, как бы, что 650 должен быть. Ну, а что за эмблема тогда, если, ну, чтобы для понимания, конечно, цифра должна быть. Но меня спрашивают, ну, как бы… Вы не дизайнер. Да, не совсем правильно, то есть, но я могу ведь судить, и мои критики будут, наверное, правы, если скажут, что, ну, тут свою, как бы, точку зрения там, ну, мне не нравится. Понятно. Вот, если бы они проводили голосование там, вот, тем более я читаю, как там Руслан бьется, так сказать, за… Руслана Мамедова мы имеем в виду, руководителя общественно-культурного совета. Да, бьется за этот логотип, ну, понятно, что и лично заинтересован, и там в коллективе он там, и все такое. Ну, как-то опять, как-то вот кулуарно, втихаря что-то сделали. Ладно, мы эту тему в развороте возьмем, попробуем выяснить, что там они кулуарно, втихаря, и почему именно такой. А остановками общественного транспорта вы пользуетесь полторы минуты у нас? Не пользуюсь они, я езжу на своей машине. Все, то есть это вопрос тоже не к вам? Не ко мне. Не ко мне, да, но не знаю, пока я те остановки, которые когда вижу, когда не совсем проезжаю, когда пешком хожу по городу, по центру, в принципе, как бы я хожу пешком, почему про дороги-то и удивляюсь, что ижевскому товарищу, так сказать, нравится, ну, мне не нравится. Понятно. И не просто не нравится, я могу объективно сказать там, вот это вот так вот, и остановки, ну, пока… Удручающие впечатления. Да, они впечатление производят удручающие. Администрация города объявила конкурс на проект остановки, в котором может поучаствовать любой горожанин до 27 июня, по-моему, принимается от работы. Вот это, опять понимаете, компанейщина. Возьмите, съездите в любую европейскую страну, сфотографируйте. Остановку разработайте и поставьте. Остановку разработайте и поставьте. Вот мы сейчас конкурс, мы привлечем людей, там, вот и так далее, и так. Посмотрите, там и функционально, или возьмите, мы же не сделаем японскую или корейскую остановку, да, там, где. У тебя даже душ есть на остановке, там, можешь зайти. Ну, возьмите, там, более-менее подходящее и сделайте. А так, все хорошо, погода хорошая. Скоро черемуха зацветет. И опять будет холодно. И опять будет холодно. Из студии директора аудиторской консультационной компании «Бизнес.Информ». Спасибо ему за особое мнение, мы на этом заканчиваем. До свидания. До свидания. Особое мнение на 101FM